Всем привет! Это первый выпуск календаря тестов и релизов онлайн игр портала MMOA 13 и я его ведущая Софи. С этой недели мы расскажем вам всю информацию о начавшихся анонсированных тестах и релизах. Видеоновости недели будут выходить параллельно в коротком развлекательном формате. Итак, погнали! 24 февраля японское подразделение Nexon запустило открытое бета-тестирование Devil's Field Online. Это многопользовательский шутер с видом от третьего лица от японской студии Valhalla Games Studios, основанная Tomonobu Itagaki, знаменитым гейм-дизайнером серии Dead or Alive и Ninja Gaiden. Подготовкой русской версии занимается компания Nova, но если вам не терпится оценить новинку прямо сейчас, то можете попробовать свои силы на японских серверах. На этой неделе в БТ отправится еще один шутер. На этот раз речь идет о российской версии Phantomers от компании GameNet. Открытая бета началась 22 числа, так что можете качать клиент и демонстрировать свое мастерство прямо сейчас. Phantomers это динамичный шутер с классовой системой. Игроки могут испытать себя в шести игровых режимах, таких как командный бой, сам за себя, подрыв, превосходство, оружейная схватка и оружейное выживание. Пишите свои впечатления и отзывы об игре в комментариях. Следующей важной бетой неделя стала за БТ китайской MMORPG Legend of Mie 3D, известная также как Eternal Legend. Это изометрическая песочница с уклоном в массовое PvP на движке Unreal Engine 3. Визуально игра несколько уступает таким локомотивам, как Lost Ark или Lineage Eternal, но по наполнению может оказаться очень привлекательной для русскоязычного комьюнити, если, конечно, когда-нибудь доберется до западного рынка. Бета только началась, и мы постараемся поискать материал об этой новинке из Поднебесной. Следите за новостями. Ожидаемый корейский долгострой War of Genesis 4 отправится в открытое бета-тестирование 23 марта, о чем сообщили на этой неделе разработчики, определившиеся наконец с точной датой. Четвертая часть корейской Final Fantasy, как часто называют серию War of Genesis, готова предстать перед публикой спустя почти 20 лет после выхода предыдущей части. War of Genesis 4 Spiral Genesis пошла по пути MMORPG, унаследовав от предыдущих игр ряд важных особенностей, таких как сильная ориентированность на сюжет и тактические бои с управлением несколькими персонажами. Разработчики из Battlestate Games все-таки не запустят публичную альфу в феврале, о чем они сообщили на своей странице ВКонтакте. Как оказалось, внутренний альфа-тест Escape from Tarkov уже идет, а вот публичный этап запланирован на март. Точные даты на данный момент не определены, о них сообщат заранее и даже проведут стрим с демонстрацией игры. Тестирование будет проходить в несколько этапов, а участников будут запускать волнами. Регламент тестирования и дополнительное соглашение будут высланы альфа-тестером на почту. Скрасить ожидания должен новый видеодневник, который опубликуют в ближайшее время. На этом все, с вами были ММО13 и я София. Не забывайте подписываться, всем всего и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok